Я постараюсь соблюдать регламент. Во-первых, я очень благодарю за приглашение. Во-вторых, знаете, у меня некоторое ощущение дежавю. То есть ровно такие же тексты от представителей Европейского Союза ровно год назад я слушал в Украине. То есть, ну, начнем с откровенного вранья. Народ, не поддержавший ассоциацию, устроил на Украине революцию. На сегодняшний день, как видят все на открытых видеокамерах, а не на съемках СНС, на площади находится порядка двух тысяч человек. При численности населения Украины 45 миллионов, это меньше 0,01%. Простите, пожалуйста, какой народ в количестве 0,01% принимает решение за всю страну? Это первый момент вопросу об откровенном вранье. Второе. Проводился опрос, в том числе на Майдане, даже из тех людей, которые там стояли, ни один человек не мог ответить, что же он стоит за соглашение об ассоциацию. 50% считало, что с момента подписания соглашения об ассоциации будут отменены визы. Я, кстати, могу сказать, я только что специально пролистал соглашение об ассоциации с Молдавией и хотел бы спросить у представителей европейской стороны, назовите, пожалуйста, пункт соглашения, согласно которому вы отменяете после его подписания визы. Вы только что опять сказали людям, соглашение об ассоциации позволит жителям Молдавии без визово ездить Европейский Союз. Его там нет. Написано только одно. Стороны будут улучшать и углублять. То есть никакой конкретики там нет. Давайте не будем обманывать. То есть это самое неприятное, то, что идет постоянная подмена. Свободный доступ товаров, поездок, инвестиций. Молдавия снимает свои квоты сразу же. Специально открываем соглашение, внимательно читаем, благо оно есть. Томаты свежие. В Молдавии разрешено экспортировать 1 тысячу тонн. Чеснок 220 тонн. Виноград всего 5 тысяч тонн. Без квот. Так подождите, где вы сказали, что вы полностью открываете европейский рынок? Вы предоставляете квоту на товары. Вы не надо обманывать людей, говорить, что вы полностью открываете рынок. Это я дословно цитирую ваше выступление, специально записывал. Вы не полностью его открываете. А вот Молдавия в ответ открывает его полностью, и при этом еще обязана применить ваши техрегламенты. Давайте все-таки научимся не обманывать. И проблемы Евросоюза, в том числе в Украине, и проблемы с восточным партнерством, только в одном, в том, что идет постоянный обман. В конце, когда люди разбираются, что их пытались обмануть, естественно, они в последнюю секунду говорят, да что же вы нас дурили. Причем большинство просто не могло поверить в том, что Европа, это красивая, прекрасная, замечательная страна, с замечательными правилами может нас обманывать. Это просто вот не укладывается у людей в голове. Когда они понимали, что может, вы получали эффект, как в Украине, когда, извините, за две недели Кабмин садится, разбирается, видит убытки под 40 миллиардов долларов в год, но падение ВВП порядка 3% сразу же, естественно, отказывается. А потом вы говорите, а что это они вдруг взяли и отказались. Нет, с точки зрения вас, как европейца, я вас активно поддерживаю. То есть, я считаю, что для Европы это идеальное соглашение, которое позволит колонизировать очередную страну. Как европейца я вас искренне поддерживаю, в общем-то, восхищаюсь уровнем и качеством вашей политики. Действительно, достойно. То есть, как находящийся с другой стороны, я этого не поддерживаю, потому что колонизируют за наш счет. И мне это не очень нравится с моей позиции. Идем дальше. Соглашение об ассоциации подписано больше, чем у 10 стран мира. Кто не знал. В том числе у Египта, Марокко. Что-то я не сильно вижу, чтобы они вступили в Европейский Союз. И, кстати, я бы хотел, чтобы кто-нибудь из Европейского Союза все-таки мне сказал, какая из стран, подписавшая соглашение об ассоциации, стала членом Евросоюза. Дело в том, что есть два разных договора. Юридически. Нет такого понятия, как ассоциированный член Евросоюза. Есть либо соглашение об ассоциации злойни свободной торговли с Европейским Союзом, либо договор страны-кандидатов члены Евросоюза. Ни Украине, ни Молдавии, ни Грузии. Никому договор кандидатства предложен не был. И из текста ассоциации было полностью удалено даже упоминание о возможности вступления в Европейский Союз. Причем настаивали на этом европейские чиновники. Украинская делегация очень долго пыталась добиться хотя бы упоминания об этом вопросе. Хотя бы в маленьком-маленьком контексте. Идем дальше. То есть следующий. Выгоды. Смотрите, обратите внимание. Если Молдавия реализует все, что мы им придумывали и дали команды, то у нее, наверное, будут выгоды. Вот я посмотрел. Первое, опять же, соглашение об ассоциации. Четыре года на переход на европейские директивы. Европа на них переходила, если мне память не изменяет, порядка 30 лет. С 1981 года, да? По европейским директивам. То есть порядок на принятие решения 1981. Задача целей разработки 85-й, 89-й, начало внедрения. И вот они по сей день еще где-то работают по старым директивам. Молдавии предлагается перейти за 3-4 года. Теперь у меня возникает вопрос. Я не нашел в соглашении цифры. Ну там где-нибудь в районе 20 миллиардов евро, которые Евросоюз обязуется дать Молдавии на переход на европейские технические регламенты. Ну подождите, если вы хотите, чтобы производитель на них перешел, то дайте деньги, чтобы на них перейти. Или тогда открыто скажите, вы должны будете уничтожить свою промышленность, а мы тут придем со своими техрегламентами. По той причине, что невозможно, нет у производителя и у Молдавии сегодня таких денег. У Украины эта сумма оценивалась там 160 миллиардов. Так вот вопрос логичный. Вы просите перейти на ваши техрегламенты в особо срочных условиях. Вы не даете 15 лет, вы не даете 20 лет, вы не даете свободный доступ на рынок, вы не даете доступ к кредитным ресурсам. Вы просто в активной форме, в агрессивной требуете, дайте, пожалуйста. Вот немедленно перейдите. Не перейдете, мы вас просто заберем и уничтожим. У вас не будет рынка. Наследняя зона свободной торговли. Хорошо. По времени. Давайте идем дальше. Европейский Союз – замечательная страна, которая всем рекомендует порядок. По последнему исследованию Европейского Союза уровень коррупции за прошлый год – 120 миллиардов евро. Простите, пожалуйста, это заключение европейских чиновников. Может быть, будем тащить бревно из своего глаза, а потом лезть к соседям со своими инструментами? Подождите, там работают европейские инструменты, европейские директивы. Европейские задачи – 120 миллиардов евро, да? Замечательно. То есть, то пяти, причем по оценкам жителей Евросоюза, коррупция доходит до 50% сфер уже на сегодняшний день. Подождите, пожалуйста, мы чему учимся? Как правильно с коррупцией работать? Ну, спасибо. Мы сами умеем. То есть, у нас это и так неплохо получается. И доступ европейских товаров, молдавских товаров на европейский рынок. Я очень хочу увидеть, как, к примеру, французы выкинут французское вино и пустят туда молдавское на пулу. Ну, или, к примеру, итальянцы. Или испанцы. То есть, вот выбросят свое вино и скажут, с сегодняшнего дня мы будем пить вино молдавское. Вот почему-то оно нам вдруг больше понравилось. То же самое касательно внешнего экспорта. При учете квот, которые есть, роста экспорта не будет. Специально только что посмотрел. Квоты меньше, чем существующие на сегодня экспорты. Они меньше. Так же, как это сделали тогда и в Украине. Я понимаю объективно, в Евросоюзе объем перепроизводства продуктов питания достигает 140%. Не секрет, что объем дотации на сельское хозяйство у них внутри 50-60 миллиардов евро в год. Это официальные данные, опять же, Европейского Союза. При этом нам запрещено датировать, в Украине, по крайней мере, у Молдавии, не знаю, по нормам ВДО, собственного производителя. Фактически, любой производитель оказывается в ситуации, что он, первое, не получает доступ на рынок. У него квота. Второе. Он обязан за 4 года полностью перестроить свое производство под европейские технические регламенты. Третье. Он вынужден будет конкурировать с европейским производителем, который датируется на всех этапах. Четвертое. Он конкурирует с производителем, который имеет доступ к европейским кредитным ресурсам по европейским ставкам. И, пятое. С учетом внедрения экологических норм в течение 4 лет и сферой контроля Европейской экологической комиссии, совместной, он еще и попадает под зону действия европейского чиновника. Ну, с вероятностью, скажем там, почти 100%, практически все эти производители погибли. Возникает вопрос. В вашем соглашении, так же, как и в соглашении с Украиной, не прописаны компенсаторные механизмы. То есть, если мы говорим, что это безвизовые режимы, право свободного трудоустройства, дайте хотя бы людям как-нибудь выживать. Вы убиваете всю промышленность Молдавии, ладно, но разрешите всем гражданам Молдавии безвизов, а завтра подняться и выход на трудоустройство в Евросоюз. Пропишите, пожалуйста, этот пункт прямо в соглашении. Это будет понятно. Если вы говорите о техрегулировании, пропишите компенсаторный механизм, вы не хотите давать денег, пропишите, что вот создается финансовый фонд, 100 миллиардов евро, из которого любой завод, вот ставку там 1% годовых, именно на перевооружение под европейские техрегламенты, может легко получить кредит. Это тоже всем устроят. Не надо давать денег просто так. Дайте их возвратно, но под нормальные тарифы. То есть вы говорите о том, что мы хотим принести вам только пользу и благо. Так, пожалуйста, давайте мы будем садиться и обсуждать. Евросоюз перестанет быть лектором и станет быть партнером. Пока он будет лектором и таким, знаете, белым господином, который снисходительно учит туземца, что же ему делать, при этом не совсем понимая, как туземец здесь жил без него многие годы, мы будем получать эффекты осени с Украиной, Арменией и фактически самый главный момент. Существует два партнера сегодня в этой зоне. Они равновесны как для Украины, так и для Молдавии, да и для Прибалтики, по большому счету. Это таможенный союз и европейский союз. И фактически логика восточного партнерства без России, как одного из основных участников экономики на этой территории, была изначально украински хыбной, ошибочной. То есть фактически сегодня уже идут призывы, при этом Евросоюз категорически почему-то отказывается. Россия готова вступать в трехсторонние переговоры, то есть в формате Россия, Европа, Украина, для поиска тех механизмов, которые позволят спасти экономику как Украины, так и не нанести ущерб российской экономике. То есть в это Евросоюз отказывается. И последний момент, самый главный, формулировка о том, что это не противоречит зоне свободной торговли со странами СНГ. Я могу задать встречный вопрос. А давайте тогда Молдавия вступит в таможенный союз и подпишет ЗВТ с европейским. Почему-то чиновники Евросоюза все в один голос в этом случае заявляют, что это невозможно и что это нарушение. Отсюда вывод. Мы имеем очень простую вещь. Как обычно, к сожалению, неквалифицированная или заведомо искаженная подача информации со стороны чиновников Европейского Союза приводит к, первое, внутренним конфликтным ситуациям. Потому что люди чувствуют себя обманутыми. Они ведь верят тому, что им говорят. А второе, никакой пользы для страны и для ее экономики это не приносит. Поэтому единственное, что я считаю, что любая организация должна делать, это говорить, ребята, давайте собираться все вместе сегодня. Молдавия, Украина, потому что мы чуть-чуть дальше по ассоциации, но мы от нее отказали. Приглашать обязательно Россию, как участника и торгового партнера равноправного, садиться все за стол с европейцами и говорить, теперь давайте мы заново переделаем это соглашение, так, чтобы оно учитывало интересы всех сторон, причем равноправно учитывало. В нем были предусмотрены все механизмы, именно компенсации. И о нем было, в первую очередь, тем, что пишут во всех товарах, взаимовыгодное соглашение, а не соглашение выгодное одной из сторон. Спасибо. Спасибо, Олег.